всем привет сегодня у нас будет битва токов видео мне больше всего название нравится и так что у нас для этой битвы есть у нас есть такой вот электрочайник у нас есть резетка постоянного тока примерно 220 там посмотрим какое будет напряжение ну сейчас солнце я так выбрал ночи солнечную погоду должно быть примерно 220 и резетка переменного тока сетевая обычная 220 резетка но мы тоже посмотрим какое там будет напряжение и так ставим чайник и засекаем время ну и таймер то есть ну в чем собственно это битва какой на каком электричестве быстрее закипит чайник определенное количество воды вот здесь вот видно да а вот по столько я буду наливать и набирается он с одинаковой емкости с одной и той же емкости то есть температура начальная одинаково и так ставим чайник включен все таймер 31 минута время пошло уже начинает шуметь ну быстро он не закипит так 31 надо запомнить а мы пойдем сейчас посмотрим напряжение на моем счетчике домовом там он показывает такое и так вот я возле счетчика что он тут показывает сейчас нам это сейчас не надо мы сейчас найдем что у нас тут сетью а а вот он показывает сейчас мощность 1950 ватт ну чайник 2 киловаттный так она примерно и есть так и напряжение сейчас найдем в сети где она тут а вот 228 вольт как то так аж даже 228 229 время ну у меня кстати есть обзор этого счетчика ну отдельное видео обзор этого счетчика 230 вольт почти ну это такое немного завышенное ладно возвращаемся нашему чайнику итак я опять возле чайника и время сейчас он уже шумит так 34 минуты 31 у нас началось три минуты ну скоро должен закипеть скоро должен закипеть уже 35 минут ладно когда закипит я включусь опять на паузу пока нажму чтоб не тратить время так он уже почти почти закипел но еще еще не кипит еще не булькает до чайник этот у меня старый старый я ее до покупал он был самый дешевый в магазине где я ходил выбирал потом вот это вот все переключатели там внизу те что выключаются от вот это вот штука она уже не работает я подключил провод напрямую к тену то есть поставил чайник работает снял не работает поэтому надо возле него стоять но для постоянки то что надо не надо там не никакую дугу чтобы образовывалась и так наш чайничек уже кажется сейчас вот-вот-вот-вот вот-вот вот-вот он уже почти 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 закипел почти ну вот булькает уже пошли пузырьки но это наверно слабенькие пузырьки надо чтобы она нормально забулькала это еще не кипение я так думаю вот это он уже кипит так как надо итак смотрим время 38 минут так забираем его так сейчас я эту воду вылью налью другую и будем проверять на постоянке пока что на паузу нажимаю и так опять я тут вылил я набрал эту воду набрал я другую так же само вот здесь вот видно да как она бултыхается уровень ну это примерно 2 литра так выключил я с переменки теперь я включу постоянку включаем вилку и и ставим чайник так 41 минута тот чайник первый на переменки у нас закипел за 7 минут было 31 выключил я в 38 за 7 минут сейчас 41 посмотрим за сколько закипит этот чайник такое же количество воды такая же начальная температура и это тоже уже начал шуметь даже видно как тем вода перемешивается не знаю видно ли на камеру ладно не будем мешать так я пока на паузу нажму так вот я возле ваттметра своего постоянного тока посмотрим сейчас какое у меня напряжение в сети постоянного тока вот да маловато 203 вольт и только там было 228 кажется или 229 на 30 вольт у меня постоянка отстает и выделяется на чайнике я всю остальную нагрузку выключил вот этим вот выключателем кстати у меня там есть видео кто не видел первый раз смотрит как выключать постоянку большой мощности таким вот выключателем только так вот последовательно так опять выключился короче по напряжению конечно это не совсем корректный эксперимент ну что постоянка намного ниже напряжение да видите 202 вольт и выделяется только 1445 ватт там было 1950 ватт вот ну не совсем корректно да ну не знаю как напряжение это надо было или на переменке понижать напряжение как ты понизишь сетевое или тут повышать но тут повысить я тоже уже не могу солнце в зените так сказать и нагрузку я всю остальную выключил ну ладно посмотрим что покажет время так идем к чайнику вот я опять возле чайничка нашего подопытного и уже слышно как вода шумит шумит уже смотрим вот уже пар идет ладно пускай закипает и прошло у нас так 41 мы начали сейчас 45 4 минуты уже прошло ну посмотрим посмотрим у постоянки есть еще шанс ладненько пока что отключаюсь и так уже почти он закипел и довольно горячий как слышно шумит я вот только сейчас вот подумал как это все выключить теперь вот если поднять чайник то наверно дуга потянется или вилку лучше даже не знаю ладно так почти 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 уже идут пузырьки но это еще не кипение щас 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 еще чуть-чуть еще немножко о кипит 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 видите да все кипит так как же снять даже ничего не было так смотрим время 48 минут а в 41 я включил 40 тоже 7 минут получается да ну да 41 48 7 минут первом варианте у меня на переменке 7 минут он кипел и на постоянке 7 минут странно даже получается напряжение тут было на 30 вольт больше тут меньше а закипел одинаково интересно как это может так быть ну кто понимает что как это так может быть пишите в комментариях почему так что постоянка она даже ниже напряжение но закипела за тот же самый за то же самое время странно я думал постоянка проиграет там даже выделялась от 1000 400 ну пускай 1500 а там 1900 ну короче вот такой эксперимент получается ничья ничья никто не выиграл да в этой битве не постоянка не переменка за 7 минут закипел чайник как на переменке так и на постоянке одинаковое количество воды с одинаковой начальной температурой странно такие результаты ладненько всем кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока до следующих видео следующем видео я буду уже подключать холодильник постоянке потом покажу все пока всем